Привет! Это Денис, канал Кратко про Албанию. Да, друзья, мы продолжаем снимать наши коротенькие ролики про Албанию. Сейчас у нас серия роликов про Дурос, про мой любимый Дурос, это город, в котором я живу. Сегодня я вам покажу район Большого пляжа в сжатом виде. Что это такое? Это, друзья, вот то, что вы видите на экране, вот этот кусок, кусок, который между портом, вот этот порт, и между вот этой лесистой частью, вот эти несколько километров, это и есть, друзья, район Большого пляжа. Итак, смотрим, что здесь есть. Здесь, друзья, встречаются и вот такие удивительные палатки с какими-то недорогими товарами. Вот, кому-то это напоминает 90-е. Бывают и серьезные магазины, бывают и вот такие вот шикарные кондитерки. Это сеть всяких вкусностей, сладостей. Здесь тоже можно иногда проводить время. Про Большой пляж, друзья, здесь жизнь, она кипит круглый год. Сейчас у нас началось декабря 23-го года. Вы видите, да, что машины есть, магазины жужжат. Вот, автобусы здесь тоже циркулируют. То есть, в отличие от некоторых других районов, именно этот район, он, друзья, не вымирает на зиму. Да, в общем-то, здесь есть все, друзья. И, да, и аптеки, и какие-то сетевые продуктовые. Это все жужжит. Это, в общем-то, очень удобно. Вот, по поводу цен. Этот район, он недешевый. То есть, он не самый-самый дорогой, конечно, у нас в городе, но он недешевый. И, ну, вот, по мне, вот эта вот центральная улица за последний год по цене, ну, выросла раза в полтора. Я имею в виду недвижимость, которая здесь вот находится, да, то, что, то, что интересно, то, что ликвидное в плане квартир, то, ну, на сегодня, ну, да, почти в полтора раза выросла. То есть, это, в общем-то, интересно будет инвесторам и тем, кто любит считать деньги. Здесь мы видим буреки, дальше идет кафе, дальше идет салон связи, дальше идет барбершоп, дальше идет обмен валюты. Если мы посмотрим чуть дальше, через дорогу, там у нас отделение почты для этого района. И дальше там поодаль идет школа, да. В общем, друзья, если подытожить, район, он круглогодичный, да, и какой в этом есть минус, основной минус этого района? В том, что он насыщенный, и он все время бурлит жизнью, всегда, зимой, летом. И из-за этого, да, здесь, ну, скажем так, сложно уединиться или спрятаться. Здесь все время люди, все время какая-то движуха. Поэтому, если вы, скажем так, ценитель тишины, либо вы какой-то атишник, который работает сам в себе, и вам, ну, нужно поменьше всяких звуков, то, возможно, район Большого пляжа вам не подойдет. Но, с другой стороны, если вы городской житель, вы привыкли ко всей этой движухе, ко всем этим звукам, ко всем этим праздникам, то вполне возможно большой пляж, он вам подойдет. Зато у этого района есть такой плюс, то, что он растянут вдоль моря, да, и можно любоваться закатами. Закаты в Доросе очень красивые. Вот, а если посмотреть налево, то мы видим пустой пляж. Да, сейчас он пустой, сейчас-то у нас все-таки декабрь месяц, но когда июль или август, здесь полно народу и, ну, и порой так бывает даже тесновато. Вот здесь нам сделали красивую такую набережную, и теперь здесь можно бегать, заниматься спортом. Это вообще замечательно. Вот, поэтому, друзья, возможно, возможно, этот район вам подойдет, и вы тоже сможете здесь жить. На сегодня все, друзья, ставьте лайк за все наши труды, подписывайтесь. Если вы захотите здесь поселиться, разместиться в этом районе, то окей, дайте мне знать, мы вас поселим, мы ответим на все ваши хитрые вопросы и про ВНЖ, и про покупку квартир, и про банковские счета, и про все-все-все. Успехов!